Во втором акте история о сносе исторического дома сделала неожиданный оборот. Теперь это эпистолярная драма соседей. Мы получили от собственницы этого полуразрушенного дома такое письмо, письмо-ультиматум с ее мыслями по поводу дальнейшего развития хода событий. И она нам перечисляет какие-то небольшие недоделочки, что забор там не поформен, какую-то ерунду. И обещает, что она будет устраивать просто грандиозные проверки. А по факту, что мы имеем, что ее дом в самом плачевном состоянии, он разрушен. Собственник внушительной части недвижимости в актерском квартале, шести квартир, которые, к слову, комментируют эту историю впервые, парирует. Говорит, письмо было, но называть его ультиматумом не согласен. Мол, это пояснительная записка, уверяет охранный статус, на котором настаивают и общественность, и большинство жильцов причинит кварталу только вред. То есть мы здесь ничего не сможем сделать без разрешения того же самого департамента. Это в первую очередь обязанность. Но у нас не у всех есть возможность исполнять эту обязанность. Почему? Потому что здесь, я насколько знаю, ни одной квартиры в социальном найме нет. Здесь все квартиры являются частной собственностью. А значит, мы все должны содержать за свой счет. Вячеслав Кукушкин добавляет, готов за свои деньги поддерживать достойный вид квартала, будь тот не под защитой государства. По его словам, все с той же целью предлагает соседям выкупить их жилье. Последние не верят. Здесь каждый помнит июльские события. Сейчас Вячеслав Кукушкин называет произошедшее капитальным ремонтом. А факт сноса и частичного обрушения дома 14А по улице Чайковского списывает на ошибку подрядчика. Но тогда работы удалось остановить. На пути экскаваторов стали городозащитники и труппа первого русского. Многие актеры живут здесь и сегодня. Для них этот уголок – особенное место. Его еще называют Топтыгинскими хуторами. В честь легендарного директора Волковского театра, который и добился постройки в конце 40-х. За более чем полувековую историю актерские дома стали вотчиной великих Шпагиной, Терентьевой, Кузьмина и многих других. Таких театральных поселков в России больше нет. Жильцы радостно обнимаются. Они достигли первой победы. Мы отыграли первый шар. Тогда же призыв общественников спасти наследие поддержали власти. Спецтехнику отогнали под шум аплодисментов. Актерский квартал наградили статусом достопримечательного места. Но дом так и стоит, обитый совсем не сценическим занавесом. Состояние, похоже, вблизи цикаварийному. Сам дом не является объектом культурного наследия, а является объектом территории, на которой он расположен. То есть образец комплексной застройки. Собственник обязан, конечно же, содержать свое имущество в надлежащем техническом, противопожарном и нормальном состоянии. За неисполнение данного требования у нас предусмотрена административная ответственность. Как следствие, штрафы, сумма которых лишь десятки тысяч рублей. Для потенциальных застройщиков не деньги. Сделать так, чтобы впредь рушить памятники было невыгодно. Сейчас главная цель активистов актерского и ярославских городозащитников. Попробовать протолкнуть изменения в КОАП, увеличить штрафы за снос исторически ценных зданий. Протолкнуть уже в закон о защите объектов культурного наследия возможное изъятие земли после сноса объекта культурного наследия. Чтобы у собственника не было возможности снести, сказать, что объект утрачен и впоследствии построить здесь что-то новое. К тому же, такие прецеденты в России уже есть. Например, в Томской области, где в начале нулевых массово жгли деревянные дома, удалось принять региональный закон, запрещающий строить на месте сгоревшего памятника что-либо, кроме его копии. Теперь Томский ансамбль лесного зодчества – федеральная достопримечательность. А тем временем топтыгинцы собирают деньги на государственную историко-культурную экспертизу своих домов, чтобы те получили охранный статус. К слову, сделать процедуру бесплатной – еще один пункт общественной инициативы, публично выступить с которой активисты собираются уже на следующей неделе. Иван Савинов, Сергей Ватин, Денис Лосев и Денис Ромашов. День в событиях.